итак привет друзья с вами татьяна наш привычный пятничный эфир сегодня мы поговорим о здоровом консумеризме а начну немножко с представления о том кто такая татьяна и о чем мы здесь по пятницам говорим я видеоблогер у меня есть канал атоме 22 век и еще канал теперь маркетинг клуб на который можно смотреть видео без рекламы также я автор нескольких книг по бизнес и деловому развитию недавно дебютировала в другом жанре и также я большой любитель поклонница можно сказать потребительского клуба атоме корейского потребительского клуба атоме об этом немножко позже но сейчас я хочу кстати вам показать что новую штуку которую я получила на прошлой неделе я давно конечно уже мои друзья мне говорили что у меня почему-то в доме не слишком наточены ножи я решила себе сделать подарок японский нож еще такой звук прямо как для харакири теперь осталось научиться правильным пользоваться очень легкий кстати вообще такого никогда в жизни не держала легкого ножа называется мину вот похвалилась видео про этот нож я конечно делаю еще потом когда я про него хорошенько почитаю а воспользовалась я конечно такой возможностью когда при приобретении ножа мне давали лучший в мире черный перец из камбоджи конечно вот такие заманухи но на самом деле это замануха хорошего потому что перец это классный я его использую в приготовлении всех 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 блюд и конечно имеет самое лучшее по цене самого г в магазине это круто и так сегодня мы поговорим о том как нас делают в интернет-магазинах как защититься от этого на что обратить внимание и и если вообще правда на этом свете когда мы конечно шопимся да а что мы ищем во первых мы хотим купить продукт который максимально подходит нам к нашим нужностям нашим необходимостям во вторых мы хотим купить продукт который соответствует нашим ожиданиям когда начался кризис наш вот этот карантин и однажды утром дети меня возбудили криком мама все магазины закрываются больше не будет еды и ничего не ничего не будет надо затариваться я конечно составила список закупить продуктов до сентября у меня была такая решимость купить все на четыре месяца вперед многие магазины уже прекращали работать некоторые магазины начали услугу что можно все приобрести онлайн и затем они загрузят вам в багажник даже не нужно будет никуда заходить ничего трогать и такой опыт у меня впервые был покупать продукты онлайн через холлсейлс клаб это такая у нас есть в канаде сеть сеть магазинов суперстор и это их дочерние компании где они продают мелким оптом для маленьких магазинов для кафешек какие то вот такие продукты но это открыто для публики открыто для общего тоже пользования кто угодно может купить ну там например я купила целую коробку вот таких рулонов туалетной бумаги которых теперь не хватит на год но что было забавно то что конечно обман происходит и там визуальный на экране нам сложнее даже воспринимать информацию чем в реальной жизни когда ты подойдешь к полке к магазину ты по крайней мере можешь видеть какого размера эта кружка в интернете не всегда это возможно заметить потому что они могут сделать вот такую кружку сфотографировать вот такую кружку она будет выглядеть как самовар а на самом деле будет не такая уж и крупная я попалась сыром таким образом я накупила себе сыра думала за оружие мне хватит до сентября в результате когда я увидела вот такие маленькие брикетики сыра я очень долго смеялась мне хватило их ровно на месяц да то есть вот таким образом меня заманили и обманули как это произошло то же самое что что большая фотография маленького продукта рядом с фотографии большого продукта которая меньше и указание того сколько на самом деле веса в этом продукте настолько маленько что найти его невозможно другой неприятный обман был на этом сайте это то что на некоторых продуктах было написано x и какая-то дата то есть нашем понимании это значит expire или заканчивается срок использования данной продукции вот в такую-то да 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 естественно молочные продукты сложнее всего хранить поэтому я опиралась на эти даты чтобы покупать молочку которая будет долго лежать в результате все это было ерунда и это экспайр наверное относилась просто к цене продукта а вовсе не к тому когда этот продукт испортится но пользуясь страхом пользуясь тем что люди боялись что у них будет недостаточно еды они воспользовались вот этой ситуации и попытались какие-то продукты показать что как будто бы они дольше будут лежать у вас на полке фактически конечно там не было best before какая-то дата там было просто написано эксп и какая-то дата то есть теоретически ты можешь ее использовать и экспайр дата истечения этой рекламной акции о цены на этот продукт и как дата истечения годности данного продукта то есть ты тут выбираешь и конечно когда ты в панике ты должен действовать быстро ты подразумеваешь окей значит они отвечают моей первой необходимости что мне нужен продукт который будет лежать долго ты надеешься что ты можешь доверять этому поставщику но к сожалению это бывает редко а почему я так лоханулась потому что расслабилась с адами три года назад когда я подписалась на корейский потребительский клуб я в начале была в шоке как я могу закупить на 180 долларов всего для дома и в следующий раз мне нужно шопиться только через 6 месяцев это было для меня потрясением что у меня будут такие тюбики шампунем настолько заполненный шампунем что мне его хватит на полгода или то же самое с жидкостью для стирки или жидкостью для мытья посуды вау это вообще unbelievable как они это делают зачем они это делают естественно я всегда ожидала что меня где-то подставят меня где-то обманут окей сейчас мне продукт понравится через месяц он пропадет окей если мне продукт понравился через месяц на него вырастет цена или будет какая-то заменка что-то должно быть какая-то подстава должна быть ну вот прошло три с половиной года нет никакой подставы до сих пор не было мало того что я получаю с каждым годом больше за те же деньги лучше за те же деньги путем развития новых технологий но и еще и получаю прибыль от покупок других покупателей до сих пор я не могу до конца пройти в себя но скорее пока к сожалению такой клуб как атоме все-таки исключение чем правило каждодневно очень хотелось бы чтобы все онлайн магазин исследовали их правил что было классно прежде всего пока вот мы с вами смотрим я хочу вам такую классную штуку загадать наверняка все из вас испытывали на себе такое что когда приходишь в магазин тебя спрашивают о вы уже нам оставили свой имейл вы можете подписаться на нашу скидку если у вас у нас есть ваш имейл то есть все получают все хотят получить у вас имейл 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 а что это такое вообще и сколько на самом деле стоит ваш имейл вот это такой вопрос который я хочу задать вам вообще оцифрованная клиентская база то есть клиентская база когда у тебя есть непосредственный контакт клиентов сейчас стоит очень много денег даже в россии банки могут дать вам большой кредит для бизнеса если у вас есть оцифрованная клиентская база то есть она стоит денег да информация стоит денег и еще пару лет назад моя фирма по организации мероприятий по предоставлению персонала занималась конечно тоже рекламной деятельностью для разных брендов и в том числе мы подписывали тоже наших клиентов на рекламные акции собирали их имейла собирали их информацию и я хочу задать вам сейчас вопрос знаете ли вы сколько стоит ваш имейл что я имею в виду сколько компания готова заплатить рекламному агентству для того чтобы получить ваш имейл работающий имейл я хочу сегодня сделать вот такой жест впервые приз хочу дать тому кто угадает сколько стоит ваш имейл но подглядывать нельзя пожалуйста никуда не подглядывать попробуйте сделать свою заявку вот как знаете игра из такой угадай цену пожалуйста попробуйте угадать сколько стоит в канадских долларах ваш имейл который вот вы оставляете в магазине где-то или где-то на улице вы подписаетесь на какую-то акцию тому кто максимально близко приблизиться к этой сумме розыгрыш у нас будет до следующей пятницы до моего следующего эфира я хочу сделать такие подарки очень еще полезны это от атоме щетки с золотым напылением супер классики это пасты с прополисом и зеленым чаем и это классная мыло для рук антибактериальная с с природными компонентами никаких синтетически разработанных компонентов рабочая если будет реально там нет вот такой набор получит тот кто приблизится максимально близко к сумме а чтобы было точно и честно я написала эту сумму на бумажке и сегодня я ее запечатаю в конверте при вас заклею его и он будет ждать победителя до следующей пятницы следующую пятницу мы откроем этот конверт и проверим конечно сумма могут быть самой разной это сумма в том что я знаю о канадских от канадских маркетинговых агентств которые занимаются собиранием имейлов для больших брендов и так что же еще кроме нашего имейла вообще сегодня когда я начала вот этот цикл здоровый консумеризм все началось с обычных офлайн магазинов но тема это настолько многообразно потому что сейчас существовать без шопинга без потребления без закупок мы не можем мы не можем сами себя обеспечивать мы вынуждены в любом случае где-то что-то покупать и опираться на чье-то мнение опираться на чьи-то экспертные знания как же нам хорошо в этом пространстве существовать вот сегодня именно об этом поговорим сегодня уже 3 3 видео на эту тему первое было посвящено тому насколько наш мозг уже порабощен современной рекламе так далее как с этим бороться второе видео было посвящено тому как защитить себя от офлайн магазинов от их маркетинговых уловок а сегодня поговорим об онлайн магазинах даже не включая телефон я не включаю сюда приложение хотя конечно какие-то уловки будут совпадать и в приложении и в интернете которые вы смотрите с вашего например стаблик с планшета или с компьютера с лаптопом и так что еще не затронем во первых это интернет обман как нас обману реально нелегально обман потом как получается так что мы покупаем больше чем нам нужно как мы покупаем то что нам не нужно как предотвратить себя от этих штук также если мы покупаем то что нам нужно то что мы хотим но не получаем то что нам обещано да то есть это бывает очень часто что качество не то что комплектация не та что производитель вообще не тот размер не тот и цвет не тот материал не тот как вообще в этом пространстве защититься как в этом пространстве существовать также я расскажу о том как решить эти проблемы если они у вас случились и также как избежать таких проблем на будущее ну о продуктах питания мы уже немножко поговорили да я рассказывала про сыр который был нарисован вот таким результате оказался вот такие буквально не знаю пять сантиметров на два сантиметра кубики сыра которые мне должны были на четыре месяца быть готовы и так бывает вот такие обманки с размером до имиджи с датами и так далее так далее так далее одна из главных подстав в интернете это то что магазины выкладывают на свою витрину то чего у них на самом деле нет этим грешат конечно даже и хорошие бренды впервые онлайн шоппинг я сделала с магазином мага для одежды тоже во время карантина я такой нюби в онлайн шоппинге в некотором в некотором роде то есть что получается магазина нет этого в наличии ты видишь вот эти прекрасные брючки которые просто твоя мечта ты кладешь их в корзину и начинаешь формировать гардероб вокруг них и что же получается когда ты приходишь и расплачешься что они тебе говорят сори этого продукта нет а ты уже все под эти брюки подстроил они тебе предлагают заказать и подождать когда он приедет например но когда они тебе не обещают а ты уже на себя фактически примерил уже пять других вещей включая аксессуары сумочки сережки и так далее чтобы все вокруг этого продукта сформировать что в таком случае человек будет делать ну тут два варианта столько усилий приложено столько эмоций приложено я куплю все а потом буду сидеть и ждать пока придут вот эти брючки ради которых все это затевалось к сожалению этим грешат очень часто поэтому нужно в итоге найти бренд который будет максимально честно все показывать и не будет вас таким образом обманывать и stick to that brand то есть придержится того чтобы покупать именно с этим брендом с этим магазином а кроме того рекомендовать этот бренд другим людям и наоборот не поддерживать техники которые используют магазины которые вас раздражают комментируйте пожалуйста говорите об этом чтобы они меняли свою тактику нужно быть ориентированным на клиента на нужды клиента делать его жизнь легче проще они наоборот что еще бывает такое вредное одна из самых подставных штук которые случились со мной в этом году с амазоном с алиэкспрессом это когда ты заказываешь одно и ты уверен что ты это заказал а тебе приходит совсем другое и затем когда ты открываешь свой имейл чтобы подтвердить свою уверенность в том что да я не то заказывал ты убеждаешься что правы они ты заказал именно это как же это происходит как происходит такая подстава дело в том что конечно в интернете они уже знают что ты ищешь потому что ты забиваешь поиски какой-то размер ты забывай забиваешь поиски какое-то название продукта и в результате ловкие хитрые продавцы они делают специально странички с объявлениями самыми разными размерами цветами которые нужны именно тебе и поэтому их продажи таким образом вырастать то есть допустим мне нужно провод 12 метров они бывают в основном только 10 с половиной или уже 15 но эти умные люди делают вот такой 12 или 13 провод который в принципе наверняка даже не существует но они пишут такие описания в результате ты радуешься что ты нашел то что тебе нужно ты счастлив ты нажимаешь да получать в корзину да купить и ты уверен что ты покупаешь именно это но на самом деле в корзине уже лежит совсем другой провод который 10 метров и когда тебе придет подтверждение ты же уже уверен ты даже сделал скриншот того что ты заказал но на самом деле до завершения покупки окно проходит несколько раз и когда мы загружаемся в новое окно подтверждение заказа там нужно снова делать скриншот затем дальше и снова скриншот вот таким образом нас очень сильно и круто могут сделать такое у меня произошло с одеждой в буквально несколько недель назад и то же самое у меня произошло с LED lights который заказала моя дочка потому что мы с ней вместе вдвоем 10 раз пересмотрели полное описание продукт и несмотря на это все равно получили совершенно не то что мы хотели как же выжить как же не сойти с ума в этом хаосе ну конечно самое первое это скриншоты в большом объеме информации в вашем телефоне или в вашем компьютере нужно завести отдельную папку в которую будете складывать скриншоты того что вы заказываете и покупаете вторая подстава с интернет-шоппингом это даты доставки что происходит происходит то что вы заказываете какой-то продукт вы ищете да через поиск через систему поиска и она выдает вам то что есть и здесь большую роль для нас играют такие вещи как сколько будет этот товар идти для нас если вы покупаете продукцию у компании которая ее производит вероятнее всего она есть у них на складе если же вы покупаете у перепродавца естественно она выйдет вам дороже и она будет идти дольше поэтому если вы покупаете что-то что написано даст ожидаемая доставка 1-2 недели а потом вы нажимаете и вам говорят что 72 дня значит вас немножко обманули как это бывает очень часто что на самом деле у этого продавца на складе этой продукции нет и он закажет ее у китайского производителя который ему также пришлет и который потом он перешлет вам либо он закажет у китайского производителя и сразу оформит доставку на ваш адрес таким образом он получает свои middleman деньги он получает свою комиссию за посредничество таким образом вы платите как бы человеку который ничего вообще не сделал кроме того что он сделал картинку и разместил ее на сайт в амазоне в алиэкспрессе очень много таких продавцов и вам нужно быть очень внимательными на что нужно обратить внимание первое нужно обратить внимание на на то сколько времени этот продавец уже находится в алиэкспресс или в амазоне нужно посмотреть на историю его продаж сколько вообще он продал таких артикулов если продавец новый то скорее всего это вот такой однодневный магазин который создан буквально на несколько дней пока не придут жалобы и пока он не закроется слышали бы новый развод в россии с карточками сбербанта или с другими карточками когда тебе падают большие деньги на карту и через несколько дней с тобой связываться говорят что по ошибке вам пришли деньги пожалуйста верните нам деньги оставьте себе 10 процентов там комиссии что это делается то же самое люди продают кому-то какой-то товар через интернет и дают им данные ваши карты как будто бы вы продавец и что происходит потом у вас у них есть месяц чтобы дождаться продукта да то есть целый месяц люди ждут продукт который может быть даже идет к ним а за это время вот такие хитрые обманщики получают с людей возврат денег и быстренько сматывается этого магазина уже не существует конечно это вообще уже криминал но такое случается достаточно часто поэтому если вы что-то чувствуете не так если вам что-то не нравится если вы не уверены что отзывы правильные и честные на странице этого продавца вообще не партись вообще не ну не нужно тратить свое время такие продавцы которые занимаются бизнесом честно и хорошо у них будут не только позитивные отклики но у них будут и такие значки как проверено amazon и bm там и так далее проверено алиэкспресс у них будет услуга доставки с amazon prime вот такие продавцы конечно они более релайбл они более уверены в своей работе и работают хорошо какая еще есть подстава с продажами покупками через выш алиэкспресс и так далее так далее подстава здесь интересная это когда они нас обманывают по поводу того что придет и какие отзывы как бороться с этим что происходит в начале продавец выпускает очень классный качественный товар для продажи даже делать цену очень интересную конечно не в 10 раз меньше чем у производителя но практически такой же как у производителя даже чуть чуть меньше это их рекламные расходы люди получающие первые там 10 15 100 заказов безумно счастливы они вдохновлены они пишут кучу позитивных откликов что происходит потом потом продавец меняет товар меняет поставщика и за те же деньги присылает совершенно другого качества товар и картинку даже он меняет поэтому вы получаете более плохой товар ухудшее качество не до комплектацию но массу позитивных откликов людей которые получили совершенно другой товар прикрепленный к этому аккаунт случается очень часто что делать с этим пожалуйста просматривайте онлайн отклики на этого продавца за последние 30 дней вообще чтобы байпас вот такие вещи лучше конечно спрашивать совета в группах допустим в фейсбуке есть группы совершенно разные по интересам вы можете поинтересоваться если кто-то купил то что вы хотите где он это купил и что он об этом думает это занимает больше времени но это помогает все таки отцентровать рынок это помогает сделать работу более процесс покупки более приятным и полезным потому что конечно что мы хотим от хорошего онлайн шопинга сохранить время прежде всего сохранить ресурсы что не нужно ехать магазин платить за парки платить за машину платить за бензин и стоять там в очереди и так далее мы хотим сэкономить деньги и мы хотим сэкономить нервы вообще онлайн шоппинг изначально это должно быть просто спасение да для экономики потому что не нужно будет тратить огромное количество ресурсов электроэнергию воду и так далее для того чтобы содержать офлайн магазин и процесс производителя покупателя должен сократиться давайте придерживаться этой идеи как вообще избежать проблем и постараться сэкономить деньги сэкономить время и улучшить экономическую ситуацию это приобретать непосредственно у бренда которому вы привязаны если это какой-то местный производитель семейный бизнес бизнес который очень ответственно относится к поддержке общества и проблем в обществе то это еще лучше потому что тогда своими покупками вы чуть чуть лучше делайте этот мир вокруг нас таким образом мы принимаем участие не только в процессе продажи покупки но и в процессе социального такого движения вперед что дальше происходит также вы можете естественно таким образом поддержать местную экономику поддержать семьи вокруг вас я знаю что многие мои знакомые специально во время карантина ходили в маленькие ресторанчики вместо крупных и больших или в маленькие магазинчики вместо крупных и больших чтобы помочь им выжить и это на самом деле очень классно потому что непосредственно мы очень связаны с теми кто живет вокруг нас да то есть если у людей будут сложности проблемы с тем чтобы прокормить свою семью это все равно отразится на нас и конечно уже потом мы можем ходить на более глобальный уровень также очень важно покупать у тех кому вы доверяете и помогать им продолжать строить их бизнес то же самое делает атоми потребительский клуб атоми про которые я уже рассказывала да они естественно не все производят сами очень многие вещи они должны аутсорсить из других мест в каждой стране в которой они открывают свое представительство они ищут местных производителей которые производят что-то офигительно классное вот например как камбоджийский перец из камбоджи таким же образом в россии да российские представители канаде в канадские компании в индии индийские компании но что они делают прежде чем начать работать с новыми поставщиками они очень внимательно смотрят на то как они строят свой бизнес какие моральные принципы они используют насколько они воплощают в реальность то о чем они заявляют на своих сайтах как они относятся к своим работникам какого качества продукцию они делают какая у них вообще позиция на моральном уровне я помню пару лет назад был случай когда атоми открывали конкурс для новых поставщиков и более 500 компаний сделали свои заявки в результате после тщательного отбора атоми совершила завершила этот отбор тем что выбрали всего одну компанию одну единственную компанию которая производит бумажные стаканчики и то они выбрали ее потому что более 70 процентов работников инвалиды в этой компании им хотелось поддержать то есть они своим вот таким отношением показывает что мы лучше поддержим маленький бизнес который делает правильные вещи чем будем делать бизнес с огромными компаниями которые сосут из всех деньги и особо ни с кем не делятся никому особо не помогает таким образом своими вот такими действиями мы можем поддержать и вообще что-то изменить вокруг нас также конечно тем кого доверяете тем кому кому хотите поддержать работайте вместе с ними потому что это главный источник их дохода их существования и вот это вот мне нравится в атоме то что global sourcing global sales они помогают вот этим маленьким компаниям выйти на мировой рынок то есть не говоря уже даже продажи акции получается что вот эта маленькая компания она вдруг выходит из своего маленького местного рынка на мировой рынок и продается миллионам потребителей компании атоме во всех странах где атоме уже открылся кстати офигительные новости сегодня два часа по корейскому времени атоме и тай официально открылись это просто глобальнейший новостик то есть почему я радость почему мне понравится потому что конечно это новые потребительские рынки все кто в атоме подписаны знают что они могут получать бенефиты они могут получать дивиденды от покупок всех других партнеров которые дальше пришли до конца своей жизни и даже дальше то есть это тоже такой прикольный момент что я хочу на что я хочу обратить внимание что очень важно да когда вы ищете себе вот такого поставщика ищите себе такой магазин да будь это продукты будь это одежда компьютеры детали для машины а продукты для дома чтобы это не было первое на что нужно обратить внимание это то что должно быть полное и подробное описание продукции которое должно соответствовать действительности да то есть ничего не стоит им взять и подробно описать ингредиенты материалы размеры и так далее все 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 должно быть очень подробно и открыто написано фотографии должны быть хорошего качества если у продавца нет приличных фотографий его продукции то это вызывает по крайней мере сомнения в том что они действительно продают то что они имеют скорее всего они просто перепокупают у производителя и отсылают вам второе на что вы должны обратить внимание должна быть ясная документация о том сколько вы оплатили кому вы оплатили куда ушли эти деньги и как связаться с этими поставщиками с этими людьми то есть обратная связь с продавцом она должна быть налажена и работать очень хорошо 3 у компании должна быть система возврата продукции и поддержки клиента что это значит это значит что опять же на упаковке в объявлении на странице этого продавца или на сайте обязательно должен быть и телефон и email и другие варианты связи с этим продавцом и лучше его отработать потому что то же самое было у меня с вот этими подставными ладилайцами которые мы купили с моей дочкой что несмотря на то что даже мы воспользовались amazon prime и получили продукт буквально на следующий день на следующий же день оказалось что больше не существует этого магазина и вообще не существует больше этой компании мы даже не не могли ни с кем и ни с чем поспорить просто amazon забрал у нас обратно этот продукт слава богу но опять же для этого нам придется платить членство в amazon prime что опять же не очень приятно поэтому в этом плане политика атоме мне очень нравится потому что нет никакого членского взноса никаких вообще поборов нет то есть абсолютно свободное существующее пространство что еще нужно смотреть реальные отклики продавцов извините покупателей опять же как мы смотрим мы смотрим насколько они аутентичны мы смотрим на негативные отклики если у продавца есть только позитивные отклики это тоже вызывает некоторые сомнения да сейчас многие компании могут с помощью ботов создавать огромное количество откликов и они будут очень далеки от реальных смотрите чтобы были фотографии чтобы были личные какие-то опыты людей описаны и обязательно чтобы эти были отклики в течение последних 30 дней с момента покупки с момента публикации этого объявления не позже и также смотрите на то что если у этих продавцов какое-то вознаграждение для покупателей да сейчас у нас через наши покупательные способности есть возможность зарабатывать деньги делить прибыль с компанией это происходит во первых через кэшбэк который вы получаете когда оплачиваете разными картами да то есть банк возвращает вам часть денег это могут быть скидки от магазина предоставлены вам или как у атоме это может быть бонус и комиссий от реферальных ссылок которые потом идут в мир и все покупки всех людей которые когда-либо пришли через вас идут вам на пользу и конечно самое главное это доверие вот как раньше мы составляли себе список доверенных людей мой дантист мой гинеколог мой механик мой врач и так далее так далее так далее то есть проверенный человек который действительно является тем кем он является делать свою работу хорошо то же самое сейчас нужно делать и с магазинами в онлайн шоппинге если же с вами произошла проблема если уже уже у вас есть сложности как вы можете вернуть свои деньги как вы можете себя защитить во первых конечно первое что вы должны сделать это постараться написать непосредственно самому продавцу непосредственно самому магазину который вас подставил обманул прислал не то что нужно значит смотрите самое первое что мы делаем делаем скриншоты всех окон до момента окончания покупки сохраняем это в отдельной папке то же самое если мы получаем имейла подтверждение покупки мы тоже складываем их папку в нашем имейл ящики который будет отвечать нашим заказом чтобы потом могли и открыть внимательно посмотреть прошу вас заклинаю внимательно просматривайте все окна чтобы они совпадали с вашим оригинальным заказом что вы хотели заказать второе при получении товара нужно обязательно сверить все ли совпадает есть такая еще одна подстава это не комплект то есть по идее вы должны получить две зарядки два ремешка три пары на всяких шнурков там и так далее так далее так далее что происходит не добросовестные перепродавцы они получают товар от производителя разбирает его на части присылает вам какую-то часть остальное раз продают как отдельные аксессуары за дополнительные деньги это тоже происходит поэтому обязательно сравнивайте а также пожалуйста делайте очень важную штуку всегда имейте при себе телефон вашей кредитной карты если вы делаете покупки с кредитной карты лучше использовать виза дебит или кредит карт дебит потому что таким образом вы будете немножко себя контролировать сколько денег вы потратили на кредите это немножко сложнее сделать и если у вас какие-то непонятки с магазином и они вам не отвечают обязательно звоните в свой банк не в банк даже а в кредитную карточку и говорите о том что произошло они от вашего имени откроют диспут и будут возвращать ваши деньги самостоятельно таким образом вы сэкономите себе деньги вы сэкономите себе время и вы сэкономите себе нервы а если же по какой-то причине у вас этого нет вы можете написать жалобу непосредственно в платформу если это amazon если это wish если это алиэкспресс но бывает что не всегда хорошо отвечает алиэкспресс у меня был такой что я полгода не могла до них достучаться позвониться в приложении не открывалась обратная связь с платформой пока я уже в фейсбуке в группе не пожаловалась гугли не написала плохой им отклик моя проблема не разрешилась то есть все таки я потратила время нервы что самое главное и потеряла огромное количество хорошего настроения которое могла бы иметь но чтобы избежать вот таких вот плохих опытов нужно держаться проверенных магазинов проверенных поставщиков вот мои друзья это самое главное что хотела вам сказать еще есть отдельная тема это покупки через телефон и какие там есть интересные штуки подставы я хочу вас поблагодарить за то что вы были сегодня со мной я хочу напомнить вам что у нас идет интересный конкурс на то сколько стоит ваш имейл для компании которые просят ваш имейл в магазине например для того чтобы вам присылать новости или где-то еще когда вы даете имейл то есть сколько в маркетинге стоит на самом деле ваш имейл и тот кто максимально приближенную сумму назовет то что я запечатала здесь коры конвертики получат призы получит от меня набор щеток золотым напылением от атоме получит набор зубной пасты с прополисом и также получит мыло для рук то есть это будет для вас очень полезный приятный подарок здорово можете выиграть посмотрев наш эфир я хочу вас поблагодарить пожелать вам хороших выходных пожелать вам прекрасного опыта шоппинга если будут какие-то вопросы обязательно пишите я очень всегда жду ваших комментариев и желаю вам приятного полезного удовлетворяющего и счастливого опыта покупок в интернете с вами была татьяна до следующей пятницы пока и